Суровая такая, на скамейку, закурила и сказала, вечно Самарин до слезы доведет и заплакал. Что она увидела в этой работе? В глазах или что-то, или я не знаю, она заплакала, глядя на эту работу. То есть это на нее подействовало. Ну вот, Слава этого и хотела, чтобы на людей это действовало, на людей сопереживание к этим людям, то, что он имел в виду. А вот там вот в этом проемчике, он сначала делал ровную стенку, такая была, и как-то с ней все не уживалось. А потом положил туда клубочек. И он лег так все хорошо. Как я говорю, что это клубок Ариадны, нить Ариадны, который как путеводный нить ведет по жизни человека. Вот такой мой рассказ, мое прочтение. Вы скажите еще, может, на центральную часть. Вот именно она приимеется от центрального федерального округа, где Церетерий жмет ему руку. Это более такая, относящаяся к этим новым работам, картина, в которой, ну, символы наши, крест. Мы говорим про себя, или кто-то про кого-то несет свой крест. Ну что это такое? Это как бы судьба наша. То есть, и тут все. Тут опять и мама у него, и любимый сын, и кокошник, который называется полястый. И вот эти пролетающие лебеди, и вот эта дорога, которая... А береза, как свечи, я не знаю, эти мудрые лебеди, или ее как-то обращают внимание на то, что это как-то горящие такие свечи. И дорога, которая ведет, ведет, и все равно приводит к храму. А храму не надо. Это Владимирский храм, это Владимирский храм, который такой, ну, как жемчужина, русского ряда, в том числе, надо сказать, поэтому он нарисовал этот храм вот здесь, что? Храм, как обнадеживающие на что-то хорошее и объединяющие эти меры. Вот здесь уже камни такие, а там вот на карте, эти уже камни по-другому. Этот дитюб он привез и скорее ездил, но не сделал, и получает. Мне говорят, а почему камни? Я говорю, а чего, не помните, всегда писал камни, и ходишь, и смотрят на камни. Ну, мы сейчас вообще очень многие, даже гащики себе, сядут, кладут камни, да, и спросили. Здесь, вот, если это работа, молодые люди пошли посмотреть, где-то портфель, догадались, кого или прочитали? Ну, конечно, Евтушенко. Евтушенко, да. К сожалению, вот он один остался. Их было два портфельта, Есенин и Евтушенко. Есенин был точно такой, в такой же раме. Это такой итальянский багет, полстенный, почему-то сама это очень понравился. Ну, мне кажется, он такой здоровый, тяжелый, дорогой. Ну, неважно. Два портфельта одинаковых было по размеру, по шею для головы. А на каком-то этапе они вдруг, он не заряжал, мне с этим трафиком. Я вам скажу, что другое, что я хочу сшить с сшим. Он, на самом деле, был в одной из двух сшим, с Затаром Пухни, который очень много писал по Есенин. Тот, который стал писать, был книг о Есенин, а Слава, несколько, в новых книг, он и о Есенин, и о Есенин, и о Дмитрии, вот, а Слава взял, запаковал портфельт о Есенин. Ну, не стало. Слава, Захар прилик, живет своей жизнью, так что не повезло ему на каком-то этапе, послушано. Левтушенко он тоже отдал, конечно, про клип. А у Левтушенко есть, у него, значит, картинная галерея у него, у Левтушенко, господи, как это место называется? Переделкина. У него картинная галерея. И была тут выставка с той стороны, и висел портрет, этот Бройников, значит, в такой овальной раме, очень хороший портрет. И Левтушенко посмотрел все работы художников, подошел и говорит, а кто этого старика написал? Ну, подошел с вами, говорит, это я. Он говорит, а не хотите, чтобы этот портрет висел рядом, ну, назвал там и Гунтуза, и Пикассо, еще кого-то назвал рядом в моем музее? Ну, как, конечно, хочу. Вот это был, у него просто вот эти связи было подарить, но потом нашелся меценат, который приобрел у Саварии этот портрет. И в нашем Губернском, когда у Левтушенко здесь была встреча с интеллигенцией, а в Губернском уже просто встреча с людьми была, он много рассказывал Левтушенко. Это не задолго до смерти, жалко, конечно, второй встречи не произошло. Ему этот портрет подарили, при всех уже, и Левтушенко встал и сказал, мне подарили портрет великого русского художника. Так сказал Левтушенко. Так что он сейчас, мы знаем, нам писали фотографию, где он висит, так что он находится действительно в переделке. Будете так, заходите. Ну, хочу вот сказать про верхний пакет, значит, в этом курсе. Напишется на Володя Бутарович, наш студент, в нашем курсе.